герой о котором пойдет речь необычен почти все свое время этот зверь проводит на деревьях и редко спускается на землю он настоящая загадка для любого ученого а еще несмотря на то что этот хищник относится к семейству кошачьих ему совсем не страшно находиться в воде и его клыкам могли бы позавидовать все его собратья вы на канале дикий мир и сегодня у нас на обзоре дымчатый леопард заблезубый хищник самыми большими клыками не забывайте оценить это видео и подписаться на канал а мы уже начинаем дымчатый леопард это редкий скрытный зверь он был обнаружен еще 200 лет назад однако ученым об этом звере до сих пор известно далеко не все размеры дымчатого леопарда невелики но он все же принадлежит к подсемейству больших кошек длина его тела 80 100 сантиметров а вес не более 20 килограмм и по этой причине ему сложно соперничать с тиграми и леопардами обитающими рядом поэтому он почти все свое время проводит на деревьях обитает этот кот джунглях в юго-восточной азии и это значит что у него достаточно мест для перемещения по деревьям все в теле этого животного приспособлено к подобному образу жизни короткие и мощные лапы а также втяжные когти позволяют ему быстро и легко взбираться по стволу вверх высота кота в холке составляет чуть больше 50 сантиметров и это помогает ему сохранять максимальную устойчивость даже на тонких ветках длинные пушистый хвост позволяет сохранять равновесие на большой высоте задние лодыжки кота могут проворачиваться внутрь что дает ему возможность спускаться на землю даже вниз головой он словно исполняет на деревьях разнообразные трюки помимо всего прочего у него еще и очень острые зубы а его клыки могут достигать пяти сантиметров для сравнения клыки тигра больше совсем не намного никакая жертва не сможет вырваться из таких клыков к слову из-за небольших размеров дымчатые леопарды охотятся в основном на птиц или обезьян на жертву хищники нападают прямо на дереве обезьян догнать сложнее но все же ловкость кота позволяет ему это сделать наиболее активным леопард становится в темное время суток он прекрасно видит ночью и ничто не мешает ему охотиться в темноте да еще риск встретиться с более крупными конкурентами значительно уменьшается ночью леопард может спуститься на землю но перед этим ему нужно убедиться что обстановка вокруг абсолютно безопасно иногда он даже может зайти в воду охотится кот всегда в одиночку дымчатый леопард очень агрессивен даже во время ухаживания за самкой когда он спаривается с ней то начинает кусать и и чем иногда наносит ей сильные травмы по этой причине разводить леопардов в неволе очень сложно беременность кошки длится примерно 13 недель после этого рождается два или три котенка для этого леопарда используют дупло дерева или птичье гнездо только наверху малыши будут в полной безопасности в таком укрытии котята проводят все то время пока мать отсутствует добывая пропитание к несчастью популяция дымчатых леопардов все время сокращается и происходит это с огромной быстротой как уже было сказано эти животные обитают в диких джунглях а вырубка лесов в азии осуществляется стремительными темпами кроме того кошек не оставляют в покое браконьеры из-за высокой стоимости меха животных еще в 2008 году количество взрослых особей не превышало 10 тысяч и скорее всего это число уже значительно сократилось точных данных нет однако опираясь на все сказанное ранее несложно догадаться о том что происходит с этими животными сегодня хочется надеяться на лучшее и верить что эти замечательные зверьки как можно дольше проживут с нами на планете и ученые узнают о них еще много интересного если вам понравился этот ролик не поленитесь оценить его пишите в комментариях возможно я что-то упустил подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения до скорого а